Прислужник Золотой Орды, палач своих соплеменников, Александр Невский стал величайшим героем русского народа и святым. Он считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб. Орден Александра Невского единственный существовавший и в Российской империи, и в СССР, и в Российской Федерации. Как же это типично для московитов? Чем больше знакомишься с их историей, тем больше убеждаешься в том, что исконная русская традиция – это неистовое поклонение своим единоверным палачам. То есть, если бы Гитлер был русским, РПЦ уже давно бы причислила его к лику святых. Феномен культа Александра Ярославича Невского красноречиво говорит о том, что героем становится не тот, кто действительно совершил геройство, а тот, о деяниях которого надлежащим образом рассказали. Особенностью древнерусской летописи, в отличие от средневековой европейской хроники, является ее изначальный художественно-идеологический характер. Летописец не столько отображал, сколько реконструировал события. Более того, по замечанию известного ученого Михаила Преселкова, правящая верхушка, которая в том или ином феодальном центре налаживала у себя дело летописания, в изложении событий, заносимых на странице своего летописца, озабочивалась, конечно, не правдивостью передачи, а созданием такого повествования, которое в данном случае было бы выгоднее всего для этой местной политической власти. Так было и в случае с Александром Невским, и его якобы подвигами в так называемой Невской битве и Ледовом побоище. Повесть о житии Александра Невского стала основой летописного рассказа о Невской битве и всех последующих мифологических текстов. В Лаврентьевской летописи автор придает тексту поучительность, а также наделяет противника, то есть шведов, чертами апокалиптического врага и возводит небольшую приграничную стычку, коей была Невская битва, в ранг столкновения двух миров, русского и римского, за которыми легко угадываются православное и католическое противостояние. В тексте новгородской первой летописи летописец вообще ничего не сообщает ни о причинах вторжения шведов, ни о их численности, ни о ходе сражения. В Лаврентьевской обращает на себя внимание, что самого воеводу шведского он именует весьма странно, Спиридоном, именем не только экзотическим для шведа, но и которое невероятным образом совпадает с именем тогдашнего новгородского епископа. Так кто же с кем дрался в так называемой Невской битве? И происходила ли она вообще? Может быть никаких шведов-то и не было, а просто-напросто Владимирская братва устроила сходку с новгородской? Ну действительно, судя по летописи, новгородские потери составили 20 человек. Причем летопись скромно замечает. Или менее, бог весть. Какая же это битва? Хотя, по мнению некоторых российских историков, в летописях учитывались потери только лишь среди знатных граждан. Но как тогда объяснить то, что в числе павших на Неве упоминается некий Дрочила Нездылов, сын Кожевника? Ну да, особо куда как знатная. В целом, даже в рамках одной летописи встречается изобилие нестыковок и нелогичностей, прямо противоречащих героическому описанию и масштабу мифической Невской битвы. Остается загадкой и полное отсутствие упоминания о битве на Неве в шведских источниках. Все это наводит на мысль, что Невской битвы как таковой не было вообще. Шведы действительно приходили, но это была встреча не противников, а равных по статусу князей, что произошло далее, однозначно не было никакой битвой, а было либо попойкой, переросшей в поножовщину, либо банальным грабежом небольшого отряда шведов. Другое событие, связанное с Александром Невским, так называемое ледовое побоище, и вовсе является самым главным мифом российского средневековья. Финальная часть сражения вряд ли проходила на льду Чудского озера. Ни один источник тех лет не упоминает о том, что кто-либо проваливался под лед. Приписанная князю создателями фильма Александр Невский фраза «Немец тяжелее нас, под ним и подномится, нам что?» не могла прозвучать в действительности, потому что вооружение и доспехи русских дружинников весили отнюдь не меньше, да и сама схватка происходила не на льду, а на берегу озера, о чем, например, свидетельствует Ливонская хроника. В целом, крупный масштаб сражения не подкреплен точными документами и даже не упоминается в ипатьевской летописи. Поэтому цифры российских и советских историков о 30-тысячной схватке – это попытка выдать желаемое за действительное. Наиболее вероятное количество немцев – до 400 человек, русских – до 800. Откуда взялись эти цифры, можно увидеть в дополнительных материалах на нашем Патреоне. Ссылка на Патреон в подсказках и описании. Ледовое побоище не воспринималось современниками как событие большой важности. Новгородская и Лаврентьевская летописи, а также классики российской исторической науки Карамзин, Соловьев и Костомаров говорили о нем кратко и без эмоций, а Ключевский с Покровским вообще не упоминали в своих работах. Полководческая карьера Александра Невского завершилась в 24 года. В дальнейшем он воевал только с соплеменниками. Был палачом собственного народа, подавляя выступления против Золотой Орды в Суздале, Новгороде и других городах. В этом и состоит ключевая роль Невского. В 1250-х годах, став великим князем Владимирским, он сделал исторический выбор в пользу покорности Орде и заимствования ее политической модели. Последствия этого решения сказываются по сей день. Александр Невский с полным основанием может считаться отцом российского самодержавия и антизападничества. Практически вся европейская историческая мысль сводится к тому, что именно коллаборационизм Александра по отношению к татаро-монголам, предательство им братьев Андрея и Ярослава в 1252 году, стало причиной установления на Руси так называемого Иго Золотой Орды. Получается, что именно Александр Невский стал одним из тех, кто виноват в 240-летнем рабстве народов Руси и Московии, так как именно он заставил народ признать Золотую Орду без борьбы. Сегодняшнее российское мифологическое сознание воспримет известие о том, что князь фактически являлся первым коллаборационистом совершенно однозначно, как антипатриотическое очернительство. Официально Александр считается сыном князя Ярослава Всеволодовича, который княжил в Суздальской земле и призвал в 1245 году русских князей признать Батыя своим царем, после чего активно сотрудничал с оккупантами, выполняя полицейские функции и собирая дань для татар с русских земель. Он отправил своего родного сына Александра заложником в Батыевстан, где был назван Батыем сыном и названным братом Батыева сына Сартака. Александр Невский носил имя Неврюй. Когда пришло время проявить себя, он сделал это феноменально. Узнав, что его брат Андрей, правивший в Ростове, князь Даниил Галицкий и Ярослав Тверской решили выступить против Золотой Орды, сдал их всех с потрохами, за что в награду стал князем Владимирским и получил огромное войско, при помощи которого залил Русь кровью и огнем. Не было числа угнанным в рабство людям, сожженным деревням, городам и селам. О жестокости Александра боялись даже говорить. В его привычном обиходе были массовые казни и зверские пытки. И, видимо, за эти заслуги русская православная церковь сделала Невского святым. Вы думаете, она ошиблась? Нет, церковь канонизировала своего настоящего героя, так как время так называемого татаро-монгольского ига для церкви было периодом расцвета. То, что РПЦ сделала палача русского народа его же святым, это вполне понятно. Ее-то каноны он не нарушил и даже наоборот, всячески способствовал увеличению значения церкви в жизни славянских народов, огнем и мечом неся пылающий крест в дома, населявших Русь народов. Кстати, мало кто знает, что Невский успел побыть еще и католиком, а также принимал ислам. Карл Маркс высоко оценил любовь этого патриота к родине, охарактеризовав его как смесь татарского заплечных дел мастера, лизоблюда и верховного холопа. Современные россияне никогда не откажутся от мифа про Александра Невского, потому что сегодня в российском сознании все еще продолжается так называемая Великая Отечественная война, в которой главным врагом русских является Западный мир. И Александр Невский, палач и предатель своего народа, всегда будет считаться героем, спасшим русских людей от тлетворного влияния Запада. Ну что ж, Россия – какая страна, такие и герои. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, а также поддерживайте автора на Патреон и смотрите видео до официальных премьер. Всем добра и здоровья!